Погода была прекрасная, принцесса была тоже прекрасная. Бедный, слабый Бармалей, он не искушал маленьких детей. Это я на работу. Как же без нее, без любимой, скучала. Все два с половиной дня рыдала, на работу хотела. О, сама одевающие очки. Нахуй, понедельник. В народе прозванный день тяжелым. Ну, наверное. Делать ничего не хочется. Чем ближе к работе, тем больше спать хотелось. Это, наверное, нервное. В общем, еду. Зато завтра выходной. А послезавтра на работу. Вот. А послезавтра выходной. Вот я думаю, почему взять и не объединить это все в четыре выходных дня. Я бы потом уже пахала бы как... Как там? У Гребенщикова там... Птица золотая во невиданной красе. Орел. О, слушайте. О, мозгов-то это. Ума палата. Ничего не помню. В городе Том-трам. Ничего не помню. А в городе Том-трам. Народ, бедный и голодный, страждущий народ. А в городе Тонбензоколонка стоит, и едут к ней все страждущие. И будут они там петь песни и стихи, и кушать будут там сосиски и хамбурги. А я там буду, как какой-то лев, хватать сосиски когтями и кладить в сосиски на сосиски на хлеб. Как там в этом самом-то мадам Карлсон? Любимая женщина Карлсона. Слушайте, все забыл. Все перед глазами крутится, перед глазами вертится. Малыш помню, Карлсон помню. А вот как Фру зовут, не помню. Она говорила, Карлсон улетел, но обещал вернуться. В общем... А, так думаю, что я говорила-то? Я говорила о том, что это... Когда она сидела, набирала полицию в этот самый, в душе. А я сошла с ума. Какая досада. Это вот такой хаос у меня сейчас в голове. Потому что на работу ехать, ну, очень не хочется. Вот, странная вещь. Я же в своей жизни, в общем-то, довольно долго работала в телекоме. Я могу сказать, абсолютно положа руку на сердце, что я очень любила эту работу. Очень. Ну, обстоятельства, так сказать, вынудили. Да, вот, приехала сюда. Сказать, что... Вот я любила свою работу. Везде, где я работала. Я работала... Ну, школу брать не будем, потому что... Так, это языковая практика была. После школы я... У меня был прожект работ, когда я носилась по ВС Телемарку с этой... С антенной. Ну, там, скорее, я бы сказала, это не работа в становлении личности. В становлении твердости характера. После этого прожект закончился. Я поступила, скажем так, поступила, прошла курсы. То есть, меня отобрали на курсы. Я пошла, проучилась на курсах какое-то время. Я уже не помню, сколько, наверное, месяцев шесть. Наверное, меня зачислили на фабрику. На фабрику, где делали солнечные батареи. Ну, вернее, элементы к солнечным батареям. Вот. Работа была достаточно тяжелая. Но там был такой шикарный коллектив. И на работу мне всегда хотелось. Я, конечно, с работы уползала последнее, потому что у меня уже сил никаких не было. Но вот это ощущение коллектива, ощущение вот этих людей, которые работают с тобой, это было одно из самых лучших ощущений, которые я как бы здесь, в Норвегии, встретила. После этой фабрики, значит, вот, когда нас закрыли, значит, после этой фабрики я практически год просидела дома. И я могу сказать, что это было... Ну, наверное, первые полгода я просто наслаждалась. Потому что я начала делать мыло. Потом, спустя какое-то время, я начала экспериментировать с шерстью. И я какие-то... Вот меня прям перло. Правда, мой муж говорил, что... Доля Арбайцморал переводит русский язык. У тебя... У тебя плохая рабочая мораль. Вот. Потому что я сижу дома, он якобы меня это самое содержит. Ну, содержила, конечно, не он меня, содержала меня это самое Биржа Труда. Вот. После того, когда я, наконец, уже это самое поняла, что все, я готова искать новую работу, то я, значит, пошла туда, пошла сюда, начала трясти тут Биржу Труда. И они меня в конечном итоге послали на очередной курсе. Там нас учили, как писать... все эти ЦВ. Кюрюлю Кюм Видае, по-моему, это называется. Ну, в общем, это... Ну, при поступлении в работу и так далее. Требуется такая выжимка где-то, кто-то, что-то. А вот. Но... Положа руку на сердце, там собралось такое количество тяжелых людей, негативных. Ну, нет. Я первый месяц, я была очень позитивна. Я позитивна, я всем помогала, я, как могла, поддерживала. А потом это... Понимаете, когда день за днем делаешь одну и ту же работу, пишешь и пишешь и пишешь, и посылаешь эти самые... А на тебя, знаешь, ровно никто не это самое. Потом, когда ты уже вроде как весь исписался, ты начинаешь ездить по этим самым... по разным... Заходишь в первую попавшуюся это самое. Мне нужна работа. Следующее. Мне нужна работа. Оставляешь там этот самый. Мне нужна работа. Мне нужна... В общем, короче, я могу сказать, что я там... Где-то осенью это дело началось. Позднее. И весной эти курсы были закончены. Ну, в общей сложности устроились на работу с помощью этих курсов. Один нашел сам себе работу. То есть он позвонил по старым своим друзьям и обратно ушел там, где он когда-то работал. Второй... Ну, тут вообще был гигант мыслей. Я, честно говоря, он каждый день посылал по 40 сюкнадов. Это запросов на разные фабрики. То есть он вообще работал, я бы сказала, знаете, как монстр, как робот. Он это самое посылал и посылал и посылал. Значит, туда-то послал, написал. Туда-то послал, написал. Потом, значит, отслеживался. В общем, это было, в общем, как говорят в Норвегии, голодское сумасшедшее. Ну, я не из этой серии. Вот. И когда все начинают это самое воздействовать, воздействовать, там где-то что-то там как-то, это капает и капает. Вот преподаватели начинают тебе говорить, ты уже должен был найти себе работу, ты уже должен найти работу себе. Приходишь там, это самое, твои коллеги по работе, знаешь, это самое, ну, по курсам, значит, это самое. Ну, как успехи? Никак. А ты понимаешь, а вот там ты, и вот это нагнетание, 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 в конечном итоге. Я, в общем, это дело не выдержала. И был какой-то момент такой просто, меня, ну, меня вышибло, меня вышибло абсолютно. Я там расплакалась, в общем, ушла из этого, ушла из этого кабинета, где на мораль читали, что мы такие сякие, что мы должны уже давным-давно были найти работу. Я говорю, я ищу, я каждый, там, значит, получается, каждый день мы пишем какие-то эти самые, какие-то эти, рассылаем сначала по электронной почве, а потом перерабатываем огромное количество всех этих, все К надо, всех этих запросов, которые кому-то где-то что-то надо. Там нужно то, там нужно это, там ты не подходишь потому, там ты не подходишь поэтому, там ты потому что лысый, там потому что жирный, там потому что зеленый, там потому что в клеточку, но, в общем, я однажды разоргалась, там, я говорю, я хочу! Я хочу! Вот, ну, в общем, думаю, пошло оно все в жопу, Ой, извините Вот, ну и Все это дело увидела Это самая одна из этих учительниц И говорит, я тебе помогу Но она мне уже начала теперь конкретно помогать Она узнала где-то там что-то Где-то там что-то, где-то там что-то И в конечном итоге мне предложили Работу на фабрике, где производят трубы Я приехала, посмотрела Ну и фабрика как фабрика, интересно Вот И в общем-то практически Была подписана Уже сказала, что я согласна Выходить на эту работу Вот, а Так Ну что ты, друг, товарищи, брат Куда ты едешь, не едешь Вот, а получилось Буквально через несколько часов, как мы были На той фабрике, значит, позвонили И сказали, что Вот так и так на такой-то фабрике Нужен человек, который С знакомым, со связью То есть я как бы связист И, значит И, значит Об этом расскажу я позже Потому что я уже на работе О, избушка На корих ножках позади стоит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!